Динамо Какая команда тогда выиграла? Если честно, я точно не помню. Скорее всего, мы тогда проиграли. О, так Динамо тогда вас обыграло? Да, мы тогда проиграли. Динамо очень сильный клуб. Тебе тогда вообще понравилось в Москве? Да, особенно в последний раз, когда я тут был. Мы, кстати, выиграли, я помню. Мы побывали на Красной площади, побывали еще в нескольких местах. Я очень хорошо провел время, но, конечно же, еще многого не увидел. И я в большом предвкушении. Хочу получше узнать город. Надеюсь, тебе понравится в Москве еще больше. Скажи, почему ты решил перейти в клуб Динамо? В первую очередь, это, конечно же, огромные возможности. К сожалению, Тейлор Сэндлер получил травму. Я, кстати, очень хорошо его знаю. Мы вместе играли в Вероне один сезон, и мне очень жаль, что с ним такое произошло. Собственно, поэтому клубу Динамо понадобился новый игрок. И для меня это стало огромной возможностью после четырех сезонов в польском волейбойном клубе. Это был какой-то новый этап, вызов. Поэтому я с радостью принял предложение, и мы нашли согласие. Так что причина, по которой я тут, это огромные возможности и желание познакомиться с новым клубом, с фанатами и немного другим стилем волейбола. А чем отличается наш волейбол? В России у игроков очень сильная физическая подготовка, очень много сильных команд. Поэтому я надеюсь, что это позволит улучшить мои навыки в волейболе. Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона в московском Динамо? Я хочу попробовать поднять клуб на более высокий уровень, так как прошлый сезон был не самым успешным. Надеюсь принести позитивную атмосферу и что мы вместе сможем добиться высоких результатов. Смотрел ли ты какие-то матчи с участием нашей команды Динамо? В этом сезоне еще нет, но в предыдущих – да. Я много раз играл против Динамо и знаком с некоторыми игроками. Знаешь ли ты, как именно можно улучшить результаты команды? Я надеюсь внести немного стабильности во время распасовки мяча. Вообще сейчас сильно поменялся состав и поэтому все будет по-новому. Посмотрим, что будет происходить. Что мотивирует тебя выигрывать, кроме самой победы, конечно же? Для меня очень большой мотивацией является моя семья, но также и просто люди, которые смотрят игру и болеют за мою команду. Они поддерживают, верят в тебя, в команду, мотивируют и то, что ты можешь привлечь людей к занятию спортом. Кто поддерживает тебя больше, мама или папа? Думаю вместе, но по-разному. Папе нравится обсуждать мою игру, давать советы, может иногда критиковать, делать замечания. Мама же всегда хвалит, говорит браво, все здорово. Были ли у тебя моменты в жизни, когда ты хотел прекратить играть в волейбол? Нет, никогда. Даже когда проигрывал? Обычно проигрыш, наоборот, мотивировал меня играть дальше, чтобы выигрывать. Никогда не было такого момента, чтобы я захотел перестать играть в волейбол. У тебя есть хобби? Я учился, но вот сейчас уже получил диплом. На кого ты учился? Менеджменту компании. Ты хочешь как-то с этим связать свою жизнь в дальнейшем? Сейчас не думаю об этом, но так хотелось бы создать свой собственный бизнес. У тебя уже есть бизнес идеи? Пока нет, сейчас карьера главная для меня. Какой суперспособностью ты бы хотел обладать? Не знаю. Иногда задумываюсь, каково быть обычной мухой. Везде сидеть, чтобы тебя никто не замечал. Видеть и слышать все, что ты хочешь. Сэм, спасибо большое за интервью. Мог бы ты что-то пожелать нашим зрителям напоследок? Привет, друзья. Очень хочу со всеми вами познакомиться и очень постараюсь сделать все, чтобы команда показывала высокие результаты в этом сезоне. Надеюсь, что всегда будет очень позитивная и счастливая атмосфера в нашем спортзале. Увидимся. Чао.